Олимпийские виды спорта. Захватывающая борьба, дух соперничества. И сотни из моих легкоатлетов со всей Беларуси, которые приехали покорять спортивный Олимп. Я пришла сюда с отличным настроением. Хочу всех порвать я. Из 210 тысяч участников выбрали 300 лучших. Соревнуются ребята в спринтерском беге, беге на выносливость, метание мяча. Ну что, девочки, настроены на победу? Да! 300 талантов для королевы. Королевы спорта, легкой атлетики. Именно такое название получил рождественский легкоатлетический праздник. Его называют и хорошим стартом для будущих спортсменов и одновременно социальным проектом. Таланты искали по всей Беларуси и получилось. 38% ребят, которые попали сюда на финалы, это ребята из глубинки, скажем так, сельской местности. Это тоже немаловажно. Достучаться, дойти до каждого уголка нашей страны. Таланты нужно находить. Таков принцип советской школы. Не раз подчеркнут это и организаторы легкоатлетического проекта. Неудивительно, что около 40% участников – выходцы из регионов. Отмечают это и Вадим Девятовский, председатель Белорусской Федерации Легкой Атлетики. А в прошлом еще и именитый спортсмен. Кому как не ему знать, как покорить олимпийские вершины. Я пошел по стопам брата в водные лыжи. Мне вот один человек, который организовал клуб водных лыж в Новополске, посоветовал, чтобы я шел на метание молота. Я пришел в легкую атлетику и с первых дней увлекся и 30 лет занимался легкой атлетикой. Благодаря таким соревнованиям молодых и талантливых заметить могут и профессиональные тренеры, да и олимпийские чемпионы. И с удовольствием дадут на путьстве. Самое главное показать и детям, и их родителям, что спорт – это здорово, спорт – это правильно, хорошо, весело, особенно наша легкая атлетика. А ведь отбирали на обыкновенных школьных уроках физкультуры. Вот и друзья Витя и Артем признаются, до этих соревнований о спортивном будущем даже не задумывались. Попала я сюда из-за хороших результатов в школе по физкультуре. Команды не слабые, молодцы, тоже борются за места какие-то и тоже стараются, как и мы. Конечно, среди школьников есть те, кто спорт своей профессией сделает едва ли, но ребят, для которых старты на этот раз олимпийскими за горами, тоже немало. Мы очень надеемся, что вы станете продолжателями славных традиций своей страны. Но даже если кто-то из вас не пойдет в профессиональный спорт, а будет просто заниматься для себя, то это все равно принесет вам огромную пользу и большую пользу государству. Потому что стране нужны умные, но и крепкие, здоровые люди. И я очень надеюсь, что это не формальное будет мероприятие, а это мероприятие, которое даст нам возможность выявить вот эти расточки на первоначальном этапе и довести их до уровня мировых рекордсменов. Мы будем делать для этого все, если вы будете трудолюбивы и будете сами идти к этой цели. Сегодня 25 тысяч детей занимаются в Беларуси легкой атлетикой. Открыто 144 отделения. Вот обучение здесь ведет полторы тысячи тренеров. Как раз таки от них и зависит результат. Уверен в этом Сергей Бубко, известный советский легкоатлет. Он первый в мире прыгнул выше шести метров, говорит, в Синёку и приехал специально посмотреть на уникальный проект. В таком возрасте детки открывают для себя мир спорта, мир легкой атлетики. А для того, чтобы вырос здоровый, нормальный ребенок, он однозначно должен заниматься физической нагрузкой. В 2016 году для такого родственного проекта дебют. Первый этап стартовал в динаме, а второй проходил уже в сентябре. Выбирали среди учащихся младших планок. При этом учебу за учебу. Уроков по физической культуре сегодня уже республиканский масштаб. А вот боролись участники не только за кубки, но и за личное напутствие главы государства. Мы просто отошли, я не смогу. А самые активные даже успевали поинтересоваться. Как у спорта Александр Лукашенко считает любимым. И эмоции болельщиков и горячие глаза участников еще раз подтвердят. Праздник получился ярким и по-настоящему нужным. Спортивные таланты многих школьников будут развивать. Совсем скоро приобщиться к таким соревнованиям должны все федерации. Ведь это поможет создать настоящую базу юных спортсменов. А в будущем и вовсе приобрести олимпийских чемпионов. А на неделе Анастасия Иваникова, Илья Максимов и Илья Пучко познакомились с будущими звездами белорусского спорта.